Продолжение следует... Они были осуждены за форму своего постижения, в той мере, в какой оно содержало в себе телесность. То есть они, наоборот, слишком форсированно пытались постичь, и увидели нечто, и это нечто было телесным. И было это вызвано их посягательством на познание Бога, прежде достижениями совершенства, и заслужили они смерть. Но заступился за них Моисей, и была дана им отсрочка до тех пор, пока они сгорели, они в Таверии. Это уже эпизод, который описывается в книге Бамидбар, где мы шелого, они там, погибло целая куча людей. В том числе вот эти старцы, с точки зрения Маймонина, на самом деле он здесь цитирует Медраж, они погибли там. Значит, получается, история такая. Мы читаем, вроде бы, вот этот вот кусочек аллегорический. То есть Моисей идет на город. На самом деле он ни на кой город не идет, а он постигает Бога. Это постижение его постепенно, и эта постепенность в том числе указывается в том, что он закрыл глазами лицо. В общем, он как нужно постигал. А сыны Израиля, которые вроде бы, по простому смыслу писания, шли за ним, а потом где-то отстали, они, наоборот, форсированно пытались постичь, теперь я перевожу в аллегорию, да? Пытались форсированно постичь, и это постижение привело к тому, что они не то поняли. Что-то не то они поняли. Из-за этого они были осуждены на смерть. Ну, здесь уже как-то начинается странная вещь, да? Что значит осуждены? Это осуждены на смерть, это аллегорически или нет? А сгорели они, второе. Была им отсрочка. И они сгорели. А сгорели они тоже? Аллегорически или как? Вы видите, да? То есть вот идет аллегория. Но она вдруг, неожиданный раз, обрывается, он вроде переходит на простой. Но он сам не поясняет мне этот самый, дальше идет аллегория или нет? Она развертывается или она не развертывается? Они сгорели или не сгорели? В 28 главе, кстати говоря, сказано, что они постигли. Это тоже 14 страница, видите, в конце там. Это 28 глава. Он здесь говорит, они же увидели, они увидели под ногами Бога сапфир. Что-то на подобии сапфира. И здесь, в 28 главе, он объясняет, что это такое. И вот на 15 странице говорит, что это как бы бесцветный хрусталь. И известно, что материя всегда является воспринимающей, пассивной по своей сущности. И действует свойственно ей только акцидентально. Тогда как форма постоянно активна по своей сущности. И воспринимает воздействие только акцидентально. И так что-то объясняется. Короче говоря, он приходит в заключение о том, что этот прозрачный материал, это не что иное, как первоматерия. То есть эти самые мудрецы увидели первоматерию. Хорошо, но человек постиг первоматерию. Конечно, не очень хорошо. Может, было что-то еще постиг. Но что его за это сжигаешь? То есть, несмотря на то, что вся история вроде бы Маймонидом читается аллегорически, я не понимаю, каким образом эту аллегорию продолжить на тот контекст, о котором он сам же и говорит. Про то, что они сожгли. И что значит отсрочка тогда. Что значит была их смерть отсрочена. Это как раз пример того, что я называю вот этой самой убегающей аллегорией. То есть Маймонид намеренно, он как бы ведет этот мостик аллегорический, а потом его оставляет. И дальше, если я особо на это внимание не обращаю, я доволен наконец. Ну, все понятно теперь, почему сожгли внутри. Они же просто постигали неверно. И если я вдруг думаю о том, что почему за постижение вдруг как же так, что значит горели, тогда я могу эту аллегорию продлить. И вопрос, насколько я ее могу продлить. То есть я ее тоже начинаю как-то интерпретировать. И вот такого свойства аллегориза, который Маймонид предлагает в своем путеводителе растерянных, я ее вот и называю этой самой убегающей аллегорией. Надо сказать, что последователи Маймонидов, а такие наиболее радикальные его последователи, это был Шму или Бантибон, который перевел еще при жизни Маймонидов, Маренову Кимнаеврит. И он же написал такой трактат, «И кого о мае, да соберутся воды». Трактат, который вроде бы говорит о том, что он собирается выяснить проблему того, почему вода как бы отошла из суши. То есть проблема с точки зрения физики аристотельской, то что вода, она по идее должна быть вся над землей. То есть это воздух, вода, земля. То есть вот эти вот сферы, огонь, как бы самая верхняя сфера, воздух вторая, земля, вода третья и земля четвертая. Поэтому земля по идее вся должна была быть покрыта водой. И как же так случилось, что все-таки суша проступила. Но на самом деле он занимается этой проблемой буквально несколько первых в стране, а потом как бы забывает об этой идее. И сам трактат, он насыщен комментариями, аллегорическими комментариями на книгу Тейлим и другие книги. И он же как бы инициирует, можно сказать, своего рода проект интерпретации наиболее философских частей Танаха, тех, кто маймонит, тех частей, которые сам маймонит назвал философскими. Это книги, которые приписываются Соломону. А также Маса-Берешит, Маса-Меркова, Маса-Берешит, понятно, это первая часть книги Берешит, Маса-Меркова это первые главы Ихескида. И целая школа возникает, которых называют, их называют Тибонидами. Сын, его сын, Шейбон Тибон, занимается такого рода комментариями. Ну и их родственники и так далее. При этом сам Шму или Бентибон, он пишет о том, что он не совсем согласен с маймонидом в его определении, в его подходе к писанию. Давайте немножко вернемся на шаг назад и вспомним о том, как воспринимал Тору Цааде. Помните, Цааде как воспринимал Тору? Тора это указание того, как нужно жить, что нужно делать. Ну и всякие рассказы, которые нам помогают, эти заповеди, которые Тора указывает. С точки зрения маймонида, если мы, опять же, он явно об этом не говорит, как и вообще явно ни о чем не говорит, у него такой стиль письма эзотерический. Поэтому он как бы и говорит, и не говорит. Но можно, если взять радикальную его позицию, то можно сказать, что Тора на самом деле не только говорит нам о том, как можно жить, но и на самом деле открывает, то есть она описывает в каком-то смысле мироздание. То есть она содержит в себе, помимо всего прочего, и умопостигаемый материал. И с точки зрения маймонида, как я вчера попытался показать, с его точки зрения, как раз это тоже является частью предписания. То есть в каком-то смысле он согласен с Адей. Да, это предписание, но это предписание включает в себя постижение мира, как часть вот того пути, который мы должны пройти, чтобы реализовать божественный план. Так вот, Шму или Бантибон говорит о том, что, по его мнению, Тора вообще, говоря, предназначена для простого народа, по большей части. Потому что с точки зрения маймонида, она предназначена для всех, в том числе и для наиболее развитых. То есть она на самом деле многослойна. И она содержит в себе все те слои, которые соответствуют тем уровням, которые человек в своем умопостижении может пройти. И она как бы годится для каждого. Ну, это то, что я называю такой капустой. То есть смотря на каком уровне ты находишься, настолько ты ближе к корешку. Снимаешь одну, другую, три. А Шму или Бантибон говорит, что он не совсем согласен, и что Тора написана для простого народа, тем самым он немножко возвращается к Сааде. И тогда получается, что она учит в основном поведению, нравственности, еще чему-то. Но, он говорит, в некоторых местах Моше был вынужден написать нечто, что противоречит философскому знанию. И тогда он в этих местах каким-то образом наметнул на истинное философское знание. То есть получается тогда, что вот этот самый философский материал, или то, что касается умопостигаемого, оно находится в Торе фрагментарном. То есть в Писании оно находится как бы фрагментиками. Эти фрагментики можно локализовать и их интерпретировать. Вот это, собственно говоря, то, что предлагает Шпу и Бантибон. Это его проект. И в каком-то смысле следствием этого проекта, и недопониманием, если я правильно понял, и недопониманием Маймонида, приводит к тому, что и аллегории, которые строят, кто оттуда аллегорический комментарий, который строят Тибониды, они являются аллегориями вот такого типа. То есть аллегориями жесткими, законченными, завершенными. Не открытыми, где можно продолжить или нет. Они просто являются завершенными аллегорическими фрагментами, которые говорят о том, что вот есть у меня некий фрагментик, который является философским, я его читаю аллегорически, вот тебе философский смысл получить. И тот, кто не относится к простому народу. А простому народу не нужно этого. Нужно простого народа это скрывать, потому что у них получится недоразумение, они придут в растерянность, и мы лучше этого не показываем. А тем, кто способен, мы даем вот эти самые аллегории. Значит, это движение Тибонидов и вот такой вот аллегорический комментарий привел в частности к тому, что, ну, например, вот такого рода комментарий. Авраам и Сара, это как раз последователи Пальманида, приводят такого рода комментарий. И такой подход стал одной из причин такого серьезного спора внутри еврейской раскола, можно сказать, внутри еврейской общины, который привел к сожжению путеводителя растерянных, если вы знаете, да, и был объявлен Хэром на изучение Марай-на-Ухим. И, собственно говоря, это первая, на самом деле, книжка, которая была сожжена еврейской. Толмут сожгли чуть позже. А первая книжка, это как раз была Марай-на-Ухим. И одна из причин, это была не единственная причина, вот такой подход аллегорический, ну, одна из, наверное, таких причин, и, значит, такие правоверные евреи возмущали, что, получается, что непонятно, что там 12 сыновей Израиля превращены в 12 созвездий у них, Абрам, это вообще такая форма неизвестная, Сара, материя, значит, нас ни про отца, ни про матери, вообще ничего нет, что они там творят и что они воротят. И, значит, вот был объявлен Хэром, и столкновение между этими двумя группировками и закончилось это тем, что христианские власти, францисканцы, сожгли публичный Марай-на-Ухим. Возможно, что этот конфликт, или же не только этот конфликт, а и сам вот этот посыл того, что на самом деле Тора предназначена для разной аудитории, то есть есть аудитория, для которой можно ее читать определенным образом, а для другой аудитории можно раскрывать эти тайны, приводит к тому, что некоторые комментаторы пишут по два комментария. Например, Ибн Каспий такой, комментатор 14 века, он пишет просто два комментария. Один для народа, для простого, другой для философа. Чтобы не было недоразумений, чтобы все были довольны. Насчет того, что вот эта идея по многозначности или незакрепленности аллегории, с моей точки зрения, она, может быть, частично присутствует вот в этой традиции, традиции тибонидов, которые пытаются аллегорически интерпретировать различные части писания. И присутствует она в несколько иной форме, чем у Маймонида, хотя у Маймонида это тоже есть в самом Рену Хим. Они приводят несколько аллегорических комментариев к одному и тому же фрагменту. И есть замечательный, такой немножко представляющий себя небольшое исключение из общего правила, некий Иуда Романа, текст, комментарий, который пока не до конца издан. Есть такая диссертация, которая этим занималась. И он пишет следующее. У меня, правда, наявлительные, сейчас их пробую быстро перевести. Он говорит так, что материя главы может получать различные формы. И есть возможность того, что разные формы заполнят вот эту самую материю высказывания пророчества. Подобно тому, как первоматерия падает в обладание формами различными, которые меняют одну другую. То есть на самом деле то, что он говорит из этой его фразы может заключить то, что он говорит о возможности различных прочтений. то есть по сути дела он говорит о такой непрерывной многозначности. Точно так же, как материя может принимать разные формы, так и глава определенная может принимать разные значения. Такой вот используют образ. Но других, что ли, отголосков вот этой самой убегающей аллегории я не вижу. чем дальше мы продвигаемся во времени, тем в меньшей степени аллегория свободна оказывается. То есть в том числе несколько комментариев на один и тот же фрагмент тоже более поздних комментаторов труднее найти. Они просто дают одну аллегорию и как-то успокаиваются. если оправцы с точки зрения мальманида они как бы ничего хорошего не произвели. То есть они просто закрепили одну из аллегорий довольно усилились и в итоге они оказались в состоянии тех же успокоившихся. Они растеряны, которыми по идее нужно все время находиться. Ну на самом деле в общем по поводу вот этого философского направления наверное мне больше нечего добавить. Я могу только сказать, что те возражения что ли которые получил вот этот самый подход с точки зрения некоторых исследователей они породили то есть вообще творчество мальманида и попытка его немножко как бы видоизменить иудаизм в том числе и подход к писанию привели как раз к появлению кабалы. Но это вопрос спорный. Это явилось причиной не это явилось причиной но некоторые считают что именно это явилось причиной появления кабалы и мы сейчас рассмотрим несколько подходов которые можно назвать кабалистическими ну один из таких самых известных комментаторов и деятелей еврейских это Рамбан Раби Мошебен Нахман который с моей точки зрения является действительно красивой фигурой 13 века еврейской культуры который видя вот все разнонаправленности самых разных жанров начиная от комментариев калмуду и комментариев и кончая полемикой иудрохристианской полемикой с философами возникает вот некая такая интеллектуальная что ли интеллектуальная перепутья и Рамбант как мне кажется берет на себя миссию создать некий синтез всего этого и как бы сгладить те углы которые мешают и в какой-то степени адаптировать самые разные подходы и вывести иудаизм на столбовую дорогу так я во всяком случае вижу деятельность Рамбана и это видно как я уже сказал в самых разных жанрах литературы в которых он собственно говоря пытался это сделать ну и то же самое мы видим и в его подходе к писанию значит в своем предисловии которое является наиболее явно содержащим каббалистические какие-то элементы потому что на самом деле в самом комментарии каббалистических элементов мы практически не найдем кроме как упоминания о том что здесь есть сот тайм и сама сам подход Рамбана он уже отчетливо использует четыре уровня о которых знаете Пшат Ремис Драши Сот и у Рамбана это Пардес я сразу же здесь замечу что это Пшат это Ремис это Драши это Сот тайна очень такая распространенная ошибка в том числе и в одном из учебников открытого университета в котором я как раз преподаю этот курс и там эта ошибка есть по прежнему я не исправил в том смысле я не писал что не надо но все равно попорно считаю что Пардес это в каком-то смысле аналогичен тому Пардесу куда вошли четыре мудреца помните Киева и так далее они вошли в Пардес вот они вошли в Пардес это как-то ассоциируется с тем что это действительно тот самый Пардес четыре уровня монитора это вообще не имеет никакого отношения к этому то есть это уже более поздний совершенно комментарий к этой Агаде после того как возникла вот этого этот самый подход четырехуровневый возникл не ранее чем в тринадцатом веке то есть до тринадцатого века мы не видим ничего подобного в комментаторских подходах кто первый можно сказать что один из первых авторов у которого у которого мы видим намек на это или во всяком случае намек на то что этот самый Пардес имеет аналогию с четырехуровневым подходом к христианскому это Аврааму Булаке ну и Амбан очевидным образом был знаком с христианской экзидезой многие считают что собственно говоря этот самый Пардес является аналогом четырехуровневого подхода христианских комментаторов вы знаете эти четыре уровня это литера это моралия это аллегория и это аналогия то есть вот это четыре уровня которые использовали христианские авторы литера это буквальный смысл все остальные это духовный смысл и вот этот самый Пардес аналогичный я не говорю что он является копией он является просто аналогом этого четырехчастного подхода и в своем предисловии к своему комментарию Ктори Рамбан говорит о том что то есть один из самых важных его тезисов там к сожалению нет на русском языке если бы мы прочитали просто это предисловие оно очень поучительное но я скажу только об одном моменте который Рамбан говорит он говорит о том что Тору можно читать разбивая разбивку текста можно делать по-разному что она была написана черным огнем по-белому он цитирует этот медраж Маше слышал это как бы видим восприятием ушами видим восприятие глазами черным по-белому и в принципе можно читать Тору как угодно то есть в том смысле что например берешит бара я могу прочитать например барашит бара ну и так далее то есть я разбиваю просто слова несколько иначе и читаю по-другому ну что это значит барашит бара непонятно совершенно нам непонятно ну и рамбан говорит что никто не поймет кроме тех кто имеет соответствующую традицию но если воспользоваться этой традицией то тогда мы на самом деле с помощью вот такого оригинального прочтения Торы то есть не конвенционального мы собственно говоря сможем извлечь все тайны Вселенной то есть в каком-то смысле вы видите что подход рамбана он где-то несмотря на то что рамбан спорит с маймонидом усиленно и всячески оспаривает многие из его комментариев сам подход в чем-то похож да то есть похож в чем например в отличие от Циади который говорит что это просто указание как действовать с точки зрения рамбана так же как и с точки зрения рамба-ма Тора содержит в себе как бы информацию во всей Вселенной только философ извлекает эту информацию исходя из философского знания и аллегоричества с помощью инструмента аллегорического прочтения а рамбан каббалист извлекает эту информацию с помощью вот такого какого-то хитрого прочтения этого текста который он не раскрывает и во всем комментарии на самом деле мы не найдем особо кроме может быть есть несколько фрагментов это например устройство храма где можно найти какие-то элементы каббалистической мысли а так мы не встретим его комментарии ни указания на сферот ничего подобного ну давайте посмотрим его комментарии здесь есть несколько фрагментиков и мы прочитав его как-то составим все представления о его подходе но может быть перед тем как мы будем читать его комментарии давайте прочтем на 20-й странице его критику рамбом он говорит так в книге Мурене Вахим сказано что эта часть писания состоит из общего храждения за которым следует детальное описание а именно в писании сначала говорится что вечно явился Авраам в пророческих видениях а затем объясняется каким было это видение Авраам возвел отчество и увидел вот реможи стоят против него и Авраам сказал Владыка если обрет благоволение перед твоими очами это рассказ о том что он сказал в профетическом видении одному из них а именно их главе это один из на самом деле приемов Маймонида который пытается разного рода чудесной истории сводить к сновиденческим то есть на самом деле что это произошло не на самом деле это произошло во сне это на самом деле является видением которое видел что-то в Рам чуть-чуть до триангела притащили что это недоразумение такое это никакое недоразумение он видел это в видении и как-то это можно исполковать это рамбан рамбан лучше я буду называть его Маймонидом Маймонидом чтобы мы не путались так вот Маймонид значит считает что все это было в видении а Нахмонид сейчас будет его критиковать по его словам выходит что Сара не месила тесто и не делала пресные хлебы и Авраам не готовил теленка и Сара не рассмеялась внутренне все это якобы было в видении на самом деле о чем это говорит по сути дела он чувствует вот эту самую ну не смотря на то что здесь я не уверен что речь идет о болигории но возможно я болигории тоже то есть если он видит это в видение то это в видение по сути дела есть и на сказание того что он должен получить как информацию и тогда получается а как же продолжается этот рассказ ну если все это было как бы во сне тогда и продолжение должно тоже как бы быть частью этого видения и что это значит и вот как раз налаг iron это замечает и говорит но не получается дальше же происходят дела что-то там делает ну или другой пример и точно так же автор марино ухим сказал по поводу стиха и боролся с ним это известный стих который в том числе является стихом более полемически обостренную люди в крестьянской полемики до что я поборос с ангелом богоборец яков который победил бога получается так далее вот боролся с этим ангелом что все это было пророческим видением по маймониду это пророческое видение но если так то я не знаю почему якова когда он проснулся оказался поврежденным сустав бедра от видения что ли он охранил и почему он сказал ангела видел я лицо в лицо а жизнь моя спасена ну и так далее да он еще приводится в ряд примеров которых как бы оспаривает вот этот самый подход маймонида и говорит о том что он как бы неправомерен если я прав то на самом деле это это тоже нечто наподобие вот этой самой открытой мугории которую можно продолжить а можно и не продолжить в зависимости от того что я постиг ну а для нахмонида это является поводом для критики ну и давайте почитаем теперь собственно сам комментарий нахмонида попробуем заметить как он устроен этот комментарий это комментарий на главу где речь идет о создании человека ну в частности вот первый стих создал господь бог человека из страха земли и вдохнул но для его дыхания жизни и стал человек душою живым да еще наверно я должен сказать что в своем предисловии нахмонида говорит о том что он будет пользоваться двумя столпами еврейской экзегеза это раши и бенезра которые мы как раз говорили да то есть для него вот он объединяет по сути дела сефарской традиции очки насквозь традицию 2 стопа все хорошо да и сейчас мы увидим что он каким-то образом использует философские концепты хотя спорить философ и он полемизирует с христианами несмотря на то что вроде бы у христиан заимствует вот этот самый четверо частный подход то есть это вот как раз те характерные черты творчества нахмонида которых я говорил то есть это попытка сгладить углы и создать некий новый синтез в той интеллектуальной ситуации в которой он находился для того чтобы была некая единая традиция развития еврейской культуры или еврейской литературы ну хорошо значит и вдумал внутри его дыхание жизни писание намекает нам на превосходство души и ясно и ее основание ее тайну потому что упоминает ее в связи с полными меня богу писание говорит что в дону в ноздри человека дыхание мешама это слово дышать для того чтобы сообщить что душа не было произведена в человеке из первоэлементов как об этом намекнуло писание в отношении души нефиш на он разделяет на фиш и нешама и не является произведением эманации отдельных интеллект ну вот вроде бы против философа уже человек вообще говоря на выступает но тем не менее он пользуется концептуальным аппаратом который он с ним знаком знаешь только отдельные интеллекты знает что такое эманация называет и что шут в данном случае говорит о том что есть нечто что не есть определенная часть души которая не является следствием этой самой эманации по сути дела что он хочет сказать он уже начинает полемизировать с философским подходом да он хочет как бы с одной стороны он использует философской терминологии с другой стороны он хочет показать что философы в чем-то не правы это но может быть они права в том что нефиш это действительно часть этого и самой эманации а есть нечто что не является частью эманации а чем она является тогда она является тем что бог сам как бы вкладывает человека на то есть помимо может они и правы может там действительно все это так устроено эманации все хорошо там душа аристотель написал все хорошо ладно но есть помимо этого еще и нашама которая вкладывает господь и об этом говорит писание дыхание всесильного дает ему разумения потому что душа появилась из оснований бен и ведь и здесь я сказал что под практически не используются с природ ну вот я нашел один фрагменте где все-таки это есть очень редко это случается на самом деле комментарии нахманида но вот здесь душа появилась из оснований бен и путем истины и веры и таково высказывание мудрецов в сифре бамид бар обед и подобный клятвам ну неважно он приводит сифки бамид бар для нас важно здесь то что вы помните да что в традиции пшат развивалась каким образом сначала раши используя мидраши пытается построить его пшат а его последователи говорят о том что от мидрашей нужно отказаться и нужно исследовать простой смысл как он есть нахманида в этом смысле опять же является человеком который хочет как бы все собрать да то есть он мидраши же тоже наши куда делать вот и мидраши то есть все как бы все хорошо и мидраш тоже подтверждает поэтому он как бы с одной стороны старается как бы идти путем бенезры и раши объясняю простой смысл с другой стороны привлекает и мидраши в подтверждение ну и вы видите его комментарий он совершенно иначе написан чем раши да раши это глоссы такие а здесь как бы такой полноценный текст и он выдает какое-то пространное рассуждение мидраши рабби и нехунья бенакана это сэферобаир то есть вот он использует тоже как мидраш сэферобаир который является одним из первых каббалистических произведений в котором собственно говоря и есть теория сфероб там излагается написано что военнофаш означает отдохнул это учит о том что день субботний поддерживает все души и поэтому написано военнофаш от слова нефиш душа и отсюда можно понять выражение удерживаясь от слов клятвы и человек понимающий поймет причем здесь клятва не очень понятно ну хорошо и известно что философы спорят о человеке и его сути есть из философов те которые говорят что в человеке есть три души душа роста которая подобна растению или ее можно вновь душой роста еще есть душа движения которую писание упоминает говоря о рыбах и животных и ползающих по земле насекомых и третья душа разумная ну видите он трехчастное деление души тоже знает есть такие философы которые говорят что душа в человеке которая произошла из уст Всевышнего включает в себя три эти силы а существует только она одна и на самом деле он говорит по сути дела о маймониде маймонид как раз говорит о том что вот эти три души это не три души а три части одной души и стих согласно его прямому смыслу намекает здесь что создал Господь Бог человека из праха земли лежал он тот истуканом как камень молчащий и вдохнул моздри его дыхания жизни и тогда стал человек душою живою которая движется подобно животным то есть вот это слово нефиш он пытается связать с животным душом ну и приводит стихи которые это подтверждают и таков смысл выражения душою живой стал человек то есть стал душою в которой жизнь после того как он был глухим как глуха земля но онкелус говорит и станет человек станет человек говорящим духом рот кажется что его точка зрения похожа на точку зрения тех кто говорит что в человеке существуют разные души и та разумная душа которую Бог вдунул в ноздри человека стала говорящей душой опять же важно что он привлекает и онкелуса то есть торгумы тоже является частью комментаторской в общем традиции я об этом не говорил но в принципе торгумы усиленно используются комментаторами и понятно что любой перевод перевод на арамейский язык он в каком-то смысле является комментарием и перевод онкелуса он являлся таким вот одним из наиболее важных торгумов на которые переводов на которые опирались практически все комментаторы в частности в этом переводе арамейском торгуме онкелус например очень последовательно исключается антропоморфизм тоже поэтому маймонит хвалит онкелуса молодец каждый раз когда там что-то такое про бога говорится телесное он пишет не о боге а божественной славе тогда получается что это не бог а какая-то другая сущность но мне кажется из того что говорили мудрецы толмуда их точка зрения такая же то есть что разумная душа это то что бог самостоятельно вложил в человека он здесь приводит фрагментик о котором наверняка вы говорили по-моему говорили с мишей шнайдером да ну и собственно говоря когда он описывает человека который лежал как бы недвижимом понятно что это воли мы здесь он приводит мидраж где рава сотворил человека послал к рабезере знаменитый да рабезера обращался к нему тот не отвечал сказал рабезера ты создан на лицо возвращайся в прах то есть по сути дела то что может создать человек он не может вложить вот этот самый рулах говорящий разумным душам вложить не может в отличие от бога который это сделать мог и стих согласно прямому смыслу показывает что есть две составляющие две составляющие дух и душа нишама и тогда получается что стих говорит и создал господь бог человека о создании движения которое в нем что человек был создан способным к движению потому что творение является оживлением и приданием способности чувствовать благодаря чему человек не является просто прахом как сказано создал господь бог из земли всех животных а после того как создал человека с чувствами вдохнул в его ноздри дыхание жизни из уст всевышнего чтобы прибавить эту душу к вышеупомянутому творению способности чувствовать и стал человек живою душою потому что благодаря этому дыханию стал понимать и говорить и делать всякое дело и все души и их силы принадлежат этому дыханию ну и дальше он грамматически делает замечание по поводу буквы вам или возможности говорят о том что человек стал душою живой и тем самым стал другим человеком потому что отныне все его человекотворения будут относиться к этой душе это как бы другой вариант который он предлагает но так или иначе этот стих давайте посмотрим собственно на сам стих создал господь бог человека из праха земли вдохнул много его дыхание жизни и стал человек душою живой то есть по сути дела то что он комментирует он комментирует можно сказать пользуясь тем же самым способом который пользуется раши о котором я вам говорил это информационная полнота писаний то есть мы могли бы сказать что это описание одного и того же берется кто больше так парк здесь описывается 2 2 2 этапа эти два этапа он собственно говоря нам пытается объяснить, что это за этап ну первый этап получается это этап создания человека без разумной души а потом ему дается разумная душа которая называется Роах или же Нешама а Нефиш это Нефиш душа животного благодаря которой он двигается благодаря которой он может чувствовать что мы видим в этом комментарии ну я уже сказал по ходу того как мы читали мы видим с одной стороны использование философии с другой стороны спорт с философами при том что он прекрасно знает концепции философские мы видим здесь то что я сейчас показал что он пользуется в каком то смысле методикой Раши восходящей к Талмуду относительно просто анализа подхода к стиху когда берется стих и я пытаюсь анализировать что он говорит я по сути дела подхожу с точки зрения вот этой вот самой тезиса о информационной полноте писания и он обширно использует медрашистскую литературу здесь показывает что и в медрашах Талмуда мы встречаем по сути дела то же самое то же самое идею и подспудно практически как бы таким намеком там появилось слово бина помните где-то что это бина на самом деле и так далее он намекает на вот этот самый теософский смысл который можно по-видимому опять же человек понимающий поймет то есть их нужно понимающего пригласить и он нам как бы это все раскрутит и покажет каким образом он намекает в своем комментарии на соответствие между скорее всего вот этими самыми первыми тремя сферот хахмабин аудат и сферот более нижним но это представлено очень минорно да то есть совсем таким тонким намеком без без проявления но он говорит нам как бы несколько вариантов есть то есть либо он его создал вот этим истуканом а потом в дуну душу либо он создал его с животной душой а второй этап это душа говорящая руах или на шаман который он добавляет но трехчастность вот эта трехчастность нефиш руах и на шаман это трехчастность как раз каббалистическая которую он здесь как бы вставит в аналогию с трехчастностью философской да то есть вот эти три ипостаси души нефиш руах и нефиш нефиш самая нижняя на шаман чуть выше руах еще выше они как бы являются по разному понимаются интерпретируются в каббале он здесь получается что он пытается провести аналогию между этим трехчастным делением и делением философов на душерастительную животную ягодом следующий стих который который я привел как пример это произрастил Господь Бог из земли всякое дерево приятное новико хорошее для пищи и дерево жизни в центре сада и дерево познания добра и блага ну понятно я привел собственно этот стих могли сравнить с тем что пришли об этом маймонизме как раз читали его комментарии теперь мы посмотрим как Нахмонет комментирует этот стих древо жизни в центре сада и древо познания добра и зла поскольку писание говорит древо жизни внутри сада и не говорит в саду а также говорит от плодов дерево которое внутри сада говорил господь не ешь не упоминает и не сообщает об этом дереве об этом дереве и другие названия это означает согласно простому смыслу вот он пшат использует этот термин речь идет об известном месте в саду которое в середине вот этот комментарий он очень похож на комментарии предположим и Бенезре ну или грамматический комментарий Ураж он берет слово бытов да и что такое бытов внутри буквально это означает что значит внутри как понимать внутри внутри это может быть любом месте внутри раз не уточняется где-то значит середине это как бы это нормальный мидрошистский подход то есть в принципе для человека знакомого с близкой литературы он не вызывает никаких недоумений это проскальзывает как само собой разуме что понятно готов поэтому он перевел в середине сада ну и он тем более перевел вот ничего тут согласно его словам дерево жизни и дерево познания оба были в середине если так то сказано что Бог как будто сделал в середине сада одну огороженную грязку и на ней два эти дерева ибо уже сказали учителя что никто не знает истинной точки центра кроме Бога дерево жизни это древо плоды которого дают долгую жизнь тем кто их ест о дереве познания добра и зла говорили комментаторы что его плоды пробуждали желание к похоти и поэтому прикрыли свою наготу Адам и Ева после чего после того как съели плоды с дерева значит на самом деле когда он говорит здесь о коментах что за комментаторы говорили о том что плоды древа познания пробуждали желание к похоти кого он имеет ввиду там стоит ссылка но даже если не смотреть на ссылку или даже если посмотреть на ссылку все равно мы можем поспорить с этой ссылкой тоже совершенно верно на самом деле Маймониджи вообще-то говоря тоже где-то как-то это говорит но не к похоти но там вожделение определенное какое-то правда это не плоды а человек устремился к этим вожделениям не благодаря плодам а благодаря своей наклонности определенной но сам элемент как бы вожделения он там присутствует и на самом деле как бы я не исключаю что и Маймонид собственно говоря добавляет вожделение там в силу того что существует комментаторская традиция действительно восходящая на самом-то деле к Филону где говорится о том что змей является как раз вот этим самым ощущением удовольствия и частью души которая является ответственна как раз в том числе за похоть и за вожделение и в христианском в христианской традиции уже давным-давно всем известно что они съели и после этого бросились непонятно чем заниматься а с еврейской точки зрения они вообще там давным-давно этим занимались то есть это совершенно не связано никак с плодами древа познания добра и зла но вот возможно здесь действительно Нахманид имеет в виду христианскую комментаторскую традицию хотя то что он не говорит говорит об этом как комментаторы просто как комментаторы а без какой-то там дурные комментаторы глупые комментаторы ничего этого он не говорит поэтому неизвестно на самом деле насколько прав я добавляю но написано не исключено если не исключено что имеется ввиду христианской комментаторской толерантной нет он же как раз она поправит будет опровергать это перед опровергать говорят да потому что до того у них не было никаких проблем с тем что они раздеты потому что не было никакой похоти а когда появляется похоть то тогда нужно прикрываться видимо чтобы как-то ограничить эти все изменяется но это если не мы если иметь ввиду христианскую традицию то они же были чисты как дети да я не христианскую а то что здесь написано но что как бы то что человек хотелось это не является признаком похотливости это является признаком его стыда и осознание похотливости как греха вы спорите просто с нахмонидом он же говорит нет он говорит что эти плоды пробуждали желание похоти и поэтому прикрыли не свою наготу почему не понятно понятно они съели почему это он как раз он говорит что он говорит съели плоды возникла похоти но он говорит на мой взгляд неверно интерпретация тут про кого говорит про плоды наверняка то есть в смысле видимо это они прикрыли это вот скобках я же понимаю это примечание редактора а он может быть тоже не понял на самом деле может быть он тут говорит а а после того как съели плоды сами себя оттелайся нет может он тут говорит оттелайся плодов потому что любое растение стремится стать ну как минимум человеком поэтому когда растение понимает что оно пробуждает желание похоти оно прикрывает свою наготу об этом мы можем заключить из яблок например апельсинов мы видим что они прикрыты шкуркой банан я как раз вернулся к тексту ну хорошо если мы вернемся к тексту на мой взгляд это неверная интерпретация так как писание говорит станете вы как бог который знает добро и зло если ты скажешь что змей солгал ведь и сказал господь что человек стал один как один из нас знающий добро и зло и так же учителя говорили трое сказали истинно и были уничтожены из мира это были змей разведчики и доек и дометянин что он здесь говорит он на самом деле здесь занимается одной из проблем вот этой самой главы где говорится о том что змей говорит что если вы съедите то вы станете как как бы бога и оказывается что он говорит правду не драша всяком случае об этом говорит мидраж говорит что змей сказал правду потому что в дальнейшем в 22 стихе сам бог говорит что вот человек стал как один из нас знающий добро и зло и давайте-ка теперь сделаем для него недоступное древо жизни и с моей точки зрения верно то что человек делал по природе это его то что подходящее делать согласно его рождению ну то есть вступать в полу подобно тому как делали небеса и вольства служители истины чьи действия истина и они не меняются в его предназначении нет любви ненависти и дела плоды же этого дерева порождали желание и волю и выбирали съевшие эти плоды или одно или другое добро или зло и поэтому оно называется древо познания добра и зла потому что познание означает в нашем языке волю и в языке учителей это слово используется в смысле намерения например ну и дальше он приводит пример и вот в то время не было между Адамом и его женой половых отношений ради страсти то есть на самом деле половые отношения были но они были определены не страстью но во имя порождение ой горе прости может быть наоборот ради страсти не было но чтобы в смысле может быть не было половых отношений чтобы накопилась страсть Нет, были половые отношения, но бесстрастные. Не было ранней страсти. Не было желания как бы особо. Суровое необходимость. Да, суровое необходимость. Воинопорождение, соединение, они соединялись и размножались. Ну и кроме всего прочего, он говорит, но все же органы в них остались такими, как были, поэтому были все органы, и глаза, и лицо, и руки, и не стеснялись в них, так же и всех остальных органов не стеснялись. А вот после того, как съели плод от дерева, появился у них выбор по отношению к себе и к другим. И это качество Бога, с одной стороны. Но может обернуться злом для человека, когда через него он получает побуждение и страх. И, возможно, Писание имело в виду это, когда говорила, что Бог сотворил человека прямым, а он устремился ко многим помыслам. Что теперь уже очень похоже на Маймонида, правда? И прямотазность, значит, человек держится за один прямой путь, а многие помыслы означают стремление к делам, которые меняются в соответствии с его выбором. Когда приказал Бог от древи познания добра и зла, чтобы не ел от него человек, но не сообщил ему, что в древе есть это качество, только сказал ему, что плодок дерева, который в центре сада, то есть это известное дерево, которое в центре сада не ешь от него, это то, что сказала жена змею. Писание говорит о древе познания добра и зла не ешь от него и напоминает нам это его название. То есть сам этот комментарий весь, он является чем? Он является, по сути дела, полемикой, ну, возможно, с христианскими комментаторами, где, по сути дела, задачей Махмонида является здесь, как мы видим, исключение того понимания, что древо познания породило, собственно говоря, половую связь как таковую, да, то есть половая связь бывает до этого, а то, что здесь прибавилось, прибавилось некое страсть, вожделение, это то, что, собственно говоря, вы в этом комментарии утверждали. Как бы более подробно, на самом деле, то, что мы читаем, я вот сейчас сам читаю на русском языке, и, в общем, с каким-то таким полуудивлением я это все читаю, потому что, когда читаешь на иврите, оригинальный текст, он полон вопросов, на которые можно поднять, на которые можно ответить, и, как бы, понятно, что он имеет в виду, вот вы видите, на самом деле, что текст, он какой-то такой, он вдруг начинает, начинает, и бух, его куда-то снесло, но, на самом деле, в тексте оригинала этого нет. В тексте оригинала, как бы, более-менее все понятно, какого рода технические проблемы он по ходу дела решает. Возможно, что мы могли бы въесться и вот в этот русский перевод, взяв, может быть, параллельный, здесь есть параллельный ивритский текст, и тогда мы бы увидели еще параллельно массу технических каких-то моментов, которые по ходу основного утверждения, которое заявляет Нахманит, он решает. Как правило, это мелкие технические проблемы, которые он решает, они сходны с теми проблемами, которые решали и Бенезра, и Лираши, то есть, которые относятся к снятию шероховатости текста. И в самом этом комментарии, мы это в русском переводе, это не очень хорошо видно. Ну, хорошо, давайте еще один последний прочитаем. Нахманит начинает с цитирования стихов, так же, как, собственно, как заповедовал Сааде, где употребление вот этого выражения, смертью умрешь, вовсе не означает смерть. День, когда съешь от него, станешь смертным. Это имеется в виду. То есть, не умрешь, умрешь, означает, станешь смертным. И дальше он приводит стихи, которые подтверждают это. Еще целый ряд стихов писания, где умрешь, может означать, станешь смерть. Ну, видите, до конца, на самом деле, страницы он приводит примеры, подтверждающие то, что такое словоупотребление возможно. А по мнению философов, человеку предназначено умереть от начала создания из-за того, что он составлен из первоэлементов. Ну, после того, как он сказал, значит, вот этот свой тезис, что человек стал смертным, это означает, что он был бессмертным. Понятно, что он сталкивается с тем подходом философов, который, значит, стал смертным, а что когда он был бессмертным, значит, бессмертным. Состоит из первоэлементов, значит, он должен быть разрушен. Но теперь Бог определил, что если человек согрешит, то умрет в своем грехе, как те, кто умирает от рук небес за то, что ест от жертвоприношения и пьет вино, и не носит одежды, когда служит. Это означает, что они умрут из-за своего греха, прежде чем исполнятся их дни. Поэтому сказал Бог наказание, покуда не возвратишься в землю, из которой взят его прахты, и в прахт возвратишься, по природе твоей. С самого начала ел человек плоды деревьев и семена земли, и поэтому было в нем ослабление и причинено возникновение и разрушение. Возникновение и разрушение – это на самом деле аристотелеские термины. То есть они здесь переведены не совсем так, не совсем правильно. Возникновение и уничтожение, надо было бы сказать. В традиции в русский так переводят эти два термина. То есть смотрите, он здесь не оспаривает на самом деле философов. Он говорит, что в принципе можно взять точку зрения философов. Он считает, что человек был действительно смертным, состоял из первых элементов. Но тогда что значит будешь смертным? Что умрешь в своем грехе. То есть умрешь от своего греха прежде времени, предположим. А по мнению наших учителей, теперь он обращается к Медрашу. Видите, как построен комментарий. То есть он привел свою точку зрения. Дальше говорит философ. И здесь я не буду очень сильно с ними спорить. И приведу Медраш. А по мнению наших учителей, если бы Адам не согрешил, он бы не умер никогда. Потому что высшая душа дает вечную жизнь. И воля Бога, которая в нем была бы во время творения, всегда была связана с ним. Он бы существовал вечно, как я объяснял в стихе, и увидел Бог, что это хорошо. Знаешь же, что составленность из первых элементов не обязательно указывает на последующее уничтожение. Это так, лишь по мнению тех, у кого недостаток веры. А, нет, все-таки он спорит с философами. Наши учителей процитировали, думают, что надо поспорить с философами. Они считают, что творение произошло по необходимости. Здесь он входит в такой известный спор, является ли творение чем-то естественным, следствием естественного процесса. Либо же это влияние какой-то воли, например. То есть креационизм, как сотворенность мира, он не снимает всех проблем. Одна из проблем — это мир был создан, мир был предвечен. Вторая проблема, даже если он был создан, он был создан как бы по необходимости или нет. То есть, например, теория эманации, она говорит о том, что мир был создан просто потому, что он переполнился этим светом, и получился мир таким образом. То есть Бог в этом смысле как бы не участвовал в творении, а оно произошло само собой, по необходимости. А, например, вчера упоминаемый нам Ибунг Вероль, пытаясь решить эту проблему, говорит о том, что он прибавляет туда некое волонтаристское решение Бога, и тогда мир является неестественным, не порождением естественного процесса, а порождением вмешательства воли. Понятно, что эта проблема, она является важной, да, имеет большое количество следствий, то есть философско-теологически, считаю ли я мир сотворенным вот таким вот естественным путем, либо же я предполагаю наличие этой самой воли. Если я предполагаю наличие воли, то я могу предполагать и вмешательство Бога в историю и так далее. Если я предполагаю естественный процесс, то понятно, что когда и дальше все равно должно развиваться естественно. Ну вот, эту проблему он как бы тоже затрагивает здесь, правда, апеллирует к вере, да. Еда была для Адама сначала просто удовольствием. Возможно, что плоды райского сада были поглощены органами, как манна небесная, и плоды поддерживали те, кто их ел. А когда вынес ему приговор, будешь питаться полевой травой, помните комментарий Маймонида, да, в поте лица вам будет есть хлеб земной, то это стало причиной последующего уничтожения, то есть ленности. Потому что человек прах, и прах ест, и в прах вернется. В прах ест здесь, по-моему, что-то не то. Что-нибудь прах ест? Ну, не знаю. Это как ничто ничтожит, может быть. Что ж? Может быть, прах ест человек? Ну да, ты все пытаешься, да, какой-то метраж построить. Ну, я просто вижу это сегодня почему-то вот. Что прах ест, что кладе... Да, и чем-то даже садимся с Маймонида. И прах вернется, это что-то как про вторую серию. Ну, вот вы посмотрели, как бы, этот самый комментарий Маймонида. Еще раз я подчеркну, что он, по сути, представляет из себя такой синтез, включающий определенную полемику с разными направлениями экзогетическими, которые Маймониду знакомы, и попытка создать, ну, некий такой мейнстрим комментирования, да, который бы включал в себя, возможно, ну, то, что возможно из философии, включить тоже, да, там, где нужно, поспорим, там, где нужно, включим. Христианскую экзогезу тоже будем, как бы, учитывать то, что, ну, с чем можно согласиться, согласимся, хотя, наверное, не с чем соглашаться там. Все остальное исключим, оспорим. Медраж обязательно использовать будем. Медраж как иллюстративный материал, который нам помогает. Подход Раши и Бенезры, естественно, это наш подход, это Пшат. У нас, помимо Пшата, есть еще некоторые уровни, которые я не буду вам особо раскрывать сейчас, да, но говорит Маймонид, а не, говорит Махмани. Вот таким образом он строит свой комментарий, и у него тоже есть целый ряд последователей, например, Бахия, Барашер, не путать с Бахией и Бенпакудой, Рабейну Бахией и того и другого называют часто Рабейну Бахия, но это два разных человека, один Бахия и Бенпакуда, другой Рабейну Бахия и Барашер, который является последователем Махманида. И на самом деле, действительно, вот такого рода синтез, можно сказать, является, что ли, становится в каком-то смысле мейнстримом экзегезы еврейской 13-14-15 веков, правда, в разных, что ли, разбавлениях, да, то есть и с разными наклонениями. То есть одни комментаторы являются, например, как Иска Габарбаны, больше философскими, и в меньшей степени, то есть больше принимают философию, чем, например, Нахманида, и совсем практически не каббалистическими, про каббалу они ничего не говорят, а Абшат используют, ну и так далее, да, то есть просто вот все эти взвеси, о которых я сказал, они в разных разливах используются разными комментаторами в зависимости от принадлежности к той или иной школе. Но, возможно, именно в силу того, что Нахманид в каком-то смысле использует философские термины и философские понятия и включает их, так или иначе, в свой комментарий, дает возможность, открывает возможность даже тем, кто вроде бы является крылом ортодоксальным в еврейской традиции, использовать все эти понятия, все эти концепты в своих комментариях. Например, у Раба-Инунисима, который является, ну, в каком-то смысле учеником, ученика Нахманида, мы уже встречаем в его произведении такие у него восемь дрошот, практически целиком философский дрошот, то есть эти дрошоты он произносит перед общиной, и использование философского материала считает чем-то, само собой разумеющимся, вовсе не запретным. Ну, теперь надо сказать о более радикальных, что ли, каббалистических техниках, которые отличаются, и резко отличаются от всего того, что нам видели до сих пор, и которые появляются у разных авторов. Я начну с Абулафи, а потом скажу еще о других техниках, без атрибуции к каким-то авторам. Значит, Абулафи пишет книжку, которая называется «Семь путей комментирования Торы», но на самом деле его подход эксигетического не только в этой книжке выразил, но он рассыпан при разных книжках. И он выделяет «Семь подходов» и «Семь уровней комментирования писания». Значит, первый уровень он называет «Пшат». При этом в его интерпретации, вот этот самый «Пшат», который он имеет в виду, это скорее действительно очень близко к буквальному смыслу. То есть то, что я вам говорил в прошлый раз про «Пшат», про «Пшат ураши» и так далее, простой смысл, они относятся к тому понятию, которое использует Абулафи. Абулафи скорее действительно имеет в виду буквальный смысл. И в силу этого нам нужен второй уровень, который он называет «Перуш». «Перуш» — это как раз те трудности, которые решаются, когда возникает проблема с буквальным пониманием текста. И эти трудности, с его точки зрения, решают палмудическая литература. То есть в палмудической литературе как раз решаются вот такого рода проблемы. Ну, например, один из примеров, которые он приводит, — это обрезание сердца. И к этому, нам рекомментируют, что не надо делать операции на сердце никому. То есть это имеется в виду метафора и так далее. Это относится к пилу. Это уровень к этим. И третий уровень — это драж. Драж, который является расширением писания и расширением нарратива. И, возможно, что он имеет в виду тоже определенные необходимые поясняющие какие-то моменты. Ну, как это можно проиллюстрировать? Например, давайте я абстрактный приведу пример. Положим, у меня есть фраза, как хрустальная ваза, скажем, что хрустальная ваза полетела с пола. Ну, если буквально, то она, наверное, полетела. То есть я должен в первую очередь исключить буквализм. Лучше нет, она сразу же не упала. Но текст о чем он мне говорит? Ну, что значит, она полетела с пола? И тогда драж, предположим, говорит, что она разбилась. Она же хрустальная была. Полетела с полки. Значит, она упала и разбилась ваза-то хрустальной. Как она могла остаться целой? И тогда вот это расширение, оно является как бы правомерным. Но с другой стороны, как говорит сама Булафи, этот драж, он может пойти в разные стороны. То есть вот это расширение, оно, в принципе, возможно, по-разному произойдет. Но полетела, она не разбилась. Там был мягкий ковер очень в комнате. И она не разбилась. Или ее поймал кто-то. То есть она полетела, а кто-то ее поймал. Это не сказано, но, в принципе, подразумевается, исходя из чего-то. То есть это другого типа расширения. Ну, и вот эти, на самом деле, вот эти три составляющие, вообще-то говоря, если присмотреться к тому, что говорит Абулафи, то можно было бы сказать, что вообще-то говоря, традиционное понятие ПШАТа, собственно говоря, и включается сюда. То есть вообще-то говоря, вот эти первые три уровня, это и есть ПШАТ, он просто раскладывает ПШАТ на три составляющих. Значит, дальше, четвертый уровень, это философская аллегория. Я на русский не знаю. Можно на самом деле разбить это на группу. Первая группа — это то, что относится к ПШАТу. Философскую аллегорию он тоже считает одним из уровней. И надо сказать, что он, в отличие от многих каббалистов, является тем, кто от них не спорит с маймонидом, а на самом деле всячески его поддерживает. Более того, он написал комментарий к Мурену Лухим. До сих пор не издан этот комментарий. И читать его, в общем, практически невозможно, потому что он использует в этом комментарии как раз те каббалистические уже приемы толкования, которые являются пятым, шестым и седьмым уровнями. Значит, пятый метод — это то, что он называет метод Сетер-Ицера. То есть это интерпретация букв. Почему он называет Сетер-Ицера, понятно, потому что Сетер-Ицера, собственно говоря, говорит нам о сотворении мира с помощью букв. Но на самом деле, те примеры, которые он приводит, это примеры скорее масоретские. То есть это скорее отличие тех или иных букв, формы этих букв в масоретском тексте. Ну там, например, есть два нуна каких-то перевернутых, и какая-то буква больше, чем другие, или что-то в этом роде. И вот интерпретация этих букв тоже как бы связывается с этим самым Сетер-Ицера. И, значит, следующий уровень, это называется он, я не знаю, как его лучше перевести на русский. Ладно. Ладно, я напишу на немором. Сетер-Ицер-Ицера. Это своего рода соединения букв. Различные соединения букв, которые на самом деле, здесь целый ряд методик, которые он показывает, я, может, вам продемонстрирую пару из них, которые являются такой смесью гематрии, просто соединения букв между собой, перевертыванием букв, использованием различных техник перевертывания букв. Например, вы знаете, там есть такой прием, который называется адбаш. Адбаш – это когда я первую, если у меня написано алиф, то я алиф заменяю на последнюю, вторая бук уменяется на предпоследнюю, ну и так далее. Тогда как-то слово перевертывается, получается что-то другое. Вот целый ряд такого рода приемов – это Церуфа Тиё. И последний уровень – это и самый значительный, с его точки зрения, это прочтение текста Торы с помощью пророческих имен. Пророческих я на самом деле в кавычки возьму, потому что, по сути дела, имеются в виду божественные имена. Почему он их называет пророческими? Потому что они вызывают пророчество. Если я использую эти самые божественные имена, он на самом деле отталкивается от талмудического утверждения, о том, что вся Тора в целом представляет из себя одно божественное имя. Ну и тогда можно выявлять эти самые божественные имена. Выявляя божественные имена, я тем самым получаю доступ к пророчеству. То есть это в каком-то смысле своего рода техника, полумедитативная, когда этот текст, Тепс Тора является для меня ничем иным, как способом контакта. То есть в этом смысле это мистическая действительно техника, которая позволяет мне установить контакт с божественным миром. Ну, там особо добавить нечего, можно читать, как он это толкует, но я не пробовал, честно говоря, поэтому не могу поделиться с вами опытом. Помогает это, и не могу ничего сказать по этому поводу. Ну, и я приведу несколько примеров вот этих самых церов от И.О. чтобы вы представили себе, что это такое. Вот я себе выписал тут несколько штучек, потому что они все как бы технические сложные. Ну, например, слово И.Ш. Человек, да, можно прочитать как Си. Си это вершина. Ну, хорошо. А по-другому, например, И.Ш. прочитать то же самое слово. Можно прочитать вот так. Что я сделал? Я, на самом деле, сместил это. Алиф это первая буква, а я на одну смещаю. Да, я прибавляю единицу к алифу, и к ши. И получаю тогда БКТ. Но БКТ это почти что кота. И здесь у меня что-то такое связанное с письмом получается. Ну, в смысле, если где-то перемените. А если я, например, воспользуюсь вот этой техникой от баш, то тогда И.Ш. у меня будет вот так. тамап какой-то. Вот ничего не значит с одной стороны, да, но от того, что эти слова ничего не значат, как бы, это не очень смущает людей, которые пользуются этой техникой, потому что, несмотря на то, что они ничего не значат, но появляется как бы гематрическое значение определенное, которое я могу связывать кто с одним, кто с другим. Значит, например, за счет гематрии я могу приравнять И.Ш. Это Рафаиле. Или, например, Ш.Е.Г. Что означает колено, да, колено Израилова, в смысле. Не, не колено, не вот это колено, а это Рарнов 311. Ну, например, вот есть стих, который он толкует Бог, человек войны, и дальше идет тетраграмматон, это его имя. Он делает это следующим образом. То есть он берет первые буквы каждого этого слова. Я сейчас напишу. Значит, это выглядит так. Сейчас я сотрусь. Значит, здесь Ашем Иш Нюхама Ашем Шума Это стих из Псалма Господь Человек Воинства Господь Имя Игорь Значит, он делает следующую штуку. Поскольку Господь этот тетраграмматон, Юд, Гей, Баб, Гей, Он берет Первую букву этого слова, Первую букву этого слова, Первую букву этого слова, Первую букву этого слова, И первую букву этого слова. Получается Юд, Мэм, Юд, Али. Значит, он переставляет и получает ишим. Ишим – это люди. И тогда он говорит, что на самом деле это указание – почему здесь, честно говоря, я тоже не очень понимаю, это указание на секи-гапори, философское понятие, на активный интеллект. То есть вот таким образом, как бы вот с помощью такой штуки взяли первые буковки и получились у нас ишим. А ишим, почему ишим? Действительно, в некоторой философской традиции, ну, в некоторое, собственно говоря, известно, но Маймонида, да? И у Маймонида, скорее в переводе, почему-либо в Антибоне, это же еще надо ухитриться, да? Он комментирует, Абулафер комментирует, естественно, не арабский текст Маймонида, а комментирует текст ивринский, перевод Шмуги Бантибона. С помощью вот такого рода техники, да? Ну, комментирование таким образом Марино-Ухима – это как бы сильный жесть, да? То, что он там Тору так комментирует, это ладно, но он также комментирует и перевод Шмуги Бантибона. Ну, хорошо. Ишим, действительно, в переводе Бантибона ишим иногда означают активный интеллект. И поэтому, видимо, он говорит о том, что здесь есть как бы указание на активный интеллект. Ну, и еще один такой пример, очень хитрый. Значит, он берет, например, вот тетраграмматон, да? Тетраграмматон – это Юд, Рей, Вав, Рей. И делает следующую операцию. Юд, Рей. Ну, так ишим, гематрия, сэхиль. Что? Ишим, гематрия, сэхиль. Тем более. Пощупал. Тем более, да. А, поэль тогда почему? Ну, потому что поэль, если сэхиль, то поэль. Ну, нет. Это у кого-то? Есть сэхиль, гематрия и так далее. Значит, Юд, Гей, он этого самого Юд, Гей умножает на само себя. Юд, Гей умножить на Юд, Гей, получается… Сколько там получается? 200 градусов, получается. Рей, Ш, К, В. А вторые две буковки этого имени, ВАВ, Гей, он умножает тоже на самого себя, на ВАВ, Гей. А зачем? Сейчас увидим. Сейчас вы увидите. И получается у нас… Сколько получается? 127, да? Это 11, 121. Значит, К, К, А. Вот так получается. Теперь я складываю 121 и 225. Получается у меня… 346. А 346 – это не стойное, как шмо. Имя его. Вот, оказывается. Вот, вот. Да. То есть оказывается сам тетраграмматон, он содержит с помощью такой техники, он содержит в себе указание на то, что это и есть его имя. Ну, как бы вот эти эксцентрические… Ну, Шаидель называет такого рода техники эксцентрическими техниками интерпретации, но это не самые эксцентрические техники, которые есть в каталистической среде. Например, мне очень нравится прочтение Торы как негатива. То есть читается не чёрный текст, а белый. Ну, как читается, я не знаю, опять же. Не могу с вами поделиться, но как бы есть вот такая возможность. Да. Или же есть техника иероглифа, да. То есть иероглифического прочтения, когда рассматривается определённый… Фрагмент текста рассматривается просто как своего рода иероглифа. Почему? Это происходит откуда, собственно говоря, это идёт? Это идёт вот представление о том, что в каком-то смысле текст Торы, вот то, что упоминает на самом деле Нахмани в своём предисловии, говорит о том, что Тора написана вот этим самым чёрными буквами по белому папаре, и, кроме всего прочего, говорится о том, что это тело Бога. То есть это, в принципе, как бы фактура Божественного, она отражена вот в этой… Ну, а если эта фактура Божественного отражена, то я могу присматриваться к любой части этой фактуры, да. То есть это, на самом деле, то, что мы видим как текст, как нарратив, который мы можем считывать, это самая поверхностная часть этого, да. То есть это как бы совсем внешний вид. А присмотреться к этой фактуре, мне необходимо, как бы, для этого нам необходимо применить какие-то вот такие жёсткие техники. Ну, я упомянул по большей части вот эти самые эксцентрические техники, а на самом деле есть и то, что, например, Гершем Шолин называет символическим прочтением, в отличие от философской аллегории. И, с его точки зрения, комболисты пользуются символизмом определенным, символизмом, который связан с десятью сферотов. Почему символизм? На самом деле здесь нужно иметь в виду, что Шолин использует определенное понятие символа, которое не всегда общепринято. Если я интерпретирую Писание, предположим, исходя не из философских понятий, а исходя из теории сферы, то в каком-то смысле я получаю, я мог бы сказать, что это тоже аллегория. Только аллегория, которая переносит эти понятия не в сферу философских понятий, а в сферу теософских понятий, если мы называем это теософией тоже вслед за Иделем и Шолином, называем вот эту систему сферот-теософом. Но для Иделя здесь и для Шолина важно то, что, потому что Идер использует то же самое понятие символов, что и Шолин, для них важно следующее. Для них важно то, что в отличие от аллегории, которую я вам здесь чертил, аллегория – это строгое соответствие между одним семантическим уровнем и другим. То есть у меня означаемое очевидно. А символ – это нечто, что означаемое остается открытым, оно очевидно. И с этой точки зрения те понятия теософии, то есть понятия сферот, которые используют каббалисты с точки зрения Шолина, они в отличие от философских понятий не имеют строго означаемого, они указывают на определенный комплекс идей, и в этом смысле являются их выражения, в этом смысле являются их символы. И тогда, если я говорю, что это на самом деле бина, то я толком еще ничего не сказал, потому что бина – это в отличие от философии предположим, формы аристотелевской или еще что-то, это не конкретное понятие, а символ, который меня переносит к некому облаку означаемого, которое тоже нужно прояснять и так далее. Поэтому перенесение или интерпретация описания с помощью сферот Шолин называет символическим, да. Ольга, скажи, они являются… Наверное, это… Шолин называет мистическим номинализмом. Вчера мы с Решнейдером читали кусочек текста, в котором Шолин мог… Это же было? Нет. Шешнейдер предложил, что мистический номинализм – это просто учение обрезанных номиналов. Да. Но я прочитал текст, и мне показалось… Мне показалось, что… Я как попытался его понять, и подумал, что ну как можно, если слово номинализм оставлять номинализмом, то есть представлением о том, что универсарий находится не до вещей, не в вещах, а после вещей, то тогда понятно, что мистический номинализм – это как раз это, когда у нас есть что-то, что мы называем разными именами, и что существует до имен. А мы потом это разными именами называем… Я дико извиняюсь, да, я извиняюсь, если уже… Меня ждёт такси, я просто боюсь опоздать на шаба. Да, поэтому я с вами прощаюсь, к сожалению, как-то так я не смотрел на часы, и мы не суммировали. Но суммирование будет то, что мы, по сути дела, я суммирую двух словах. То есть мы рассмотрели с вами, по сути дела, за вот эти три дня три направления, которые являются основными направлениями развития еврейской экзегезы. И, как я уже сказал, дальнейшее развитие – это тринадцатый век, собственно говоря, да, Аблафи и Рахмани, это тринадцатый век. После этого в еврейской экзегезе возникает разного рода сочетание вот этих, собственно говоря, трёх направлений. И каждый раз, когда мы исследуем того или иного комментатора, мы можем определить меру того, что он использует, те или иные техники, насколько он соотносится с Медрашом. Если сюда прибавить Медраш и христианскую экзегезу, получится полная палитра тех параметров, с помощью которых мы можем судить о том или ином комментаторе. Если речь, собственно говоря, всё это должно было вести к чему? Если иметь в виду задумку всего блока, должно было вести к хасидизму, то я должен сказать, что хасидские авторы, вот этот самый Компот, который, я условно его назову Компот, который в четырнадцатом-пятнадцатом веке возник у разных комментаторов, они, по сути дела, тоже используют все эти техники, да, и в их подходе к писанию можно отличить, то есть можно просто его, это как ниточка такая, да, как косичка, в которой находятся вот эти разного рода школы. Иногда осознанно, иногда неосознанно, и поэтому при подходе к интерпретациям хасидских авторов нужно просто эту косичку расплести, да, и посмотреть вот как, откуда что идёт, где традиция в шад, где какая-то философская традиция попала иногда, да, иногда каббалистическая традиция, они переплетаются сложно, и возникает такое вот сочетание. При расплетении косички очень хорошо видно, что, собственно говоря, он хотел сказать. Если её не расплетать, то этот текст оказывается невнятным абсолютно, да, то есть это то, что оказывается проливотным. Спасибо. 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 Спасибо.